Космос нам не по карману. В Европейское космическое агентство Латвия вступила. А вот заплатить взнос почти миллион латов не может. Нехорошая складывается ситуация. Под угрозой проекта, да и имидж страны может пострадать. Этот вопрос сегодня обсуждало правительство. И вот итог. Денег взять негде. Так что звезд Латвии не видать. Или все-таки видать, разбирался Сергей Герасимов. 965 тысяч и 200 латов. Такую сумму в марте этого года решением правительства бывший министр образования Роберт Иллис обязался внести на счет Европейской космической организации в качестве членского взноса Латвии. Перспективы перед страной открывали самые радужные. Развитие космической индустрии, начало научных и промышленных проектов в этой сфере, создание новых рабочих мест. Однако выяснилось, что в госбюджете на следующий год денег на выплату членских взносов просто нет. Министерство финансов дало негативный ответ на предложение Министерства образования, потому что в принципе все нужные и приоритетные вещи нужно было решать тогда, когда была дискуссия в кабинете министров. Этот конкретный запрос о финансах не был презентирован в кабинете министров как приоритарный. Вместе с тем, Министерству образования следует пересмотреть свои базовые расходы и найти деньги для членства Латвии в Европейском космическом агентстве. По словам же министра образования, деньги у правительства просили, но безрезультатно. А как почти миллион латов найти, перераспределив внутренние ресурсы, здесь не представляют. Не у педагогов же их отбирать. Один из вариантов — залезть в карман работникам науки, которым как раз в этом году выделили дополнительные 2 миллиона. Есть, конечно, путь на миллион снизить базовое финансирование и за эти деньги уплатить этот членский взнос. Но тогда как это объяснить научной общественности? Почему у нас вдруг... То есть никто не говорит, что это приоритет, скажем так, тема плохая. Она, естественно, нужна и так далее. Но как объяснить, почему половина дополнительного финансирования науки на одну конкретную отрасль, это, конечно же, мне будет сложно. Что грозит Латвии в случае, если денег для Европейского космического агентства так и не удастся найти? Международное порицание и прецедент. Мы станем первой страной с такими космическими амбициями и катастрофической нехваткой средств на их реализацию. Конечно же, в этом случае двери в Европейское космическое агентство для Латвии в ближайшем будущем будут закрыты. Платить или не платить Министерство образования вместе с МИДом должны решить в течение двух недель. Отметим лишь, что даже если финансирование на следующий год будет найдено, до 2018 года заплатить Европейскому космическому агентству придется еще 4 миллиона латов. Сергей Герасимов, Ингус Грауденч, Латвийское телевидение.